Всем привет, с вами снова Нагвали, мы продолжаем наш видео ежедневник и как обычно рассматриваем, что интересного происходило за последние дни. Как всегда в начале рассматриваем, как проходил заработок голды с понедельника по четверг. Листьев гинка я запасся уже достаточным количеством, соответственно можно срубать все деревья и засаживать пугало чем-то другим. Начнем с аптекарских огородов, с деревьев гинка падало много душистых листьев, поэтому крафтим чисто за свои душистые листья. Аптекарские огороды дают мне в основном женьшень, но кроме женьшени мне еще нужны лаванды и грибы, поэтому все пугало засаживаем несколько раз червями, потому что червей мне нужно много, во-первых для рыбака, который ловит рыбу на леднике, во-вторых для крафта клумб, лаванды и грибов. Ну а что касается твинов, то запасы ресурсов для крафта расходки закончились, поэтому пополняем эти запасы, перекрафчиваем старую шкуру в сармятную кожу и бревна в упаковке древесины. Упаковки древесины идут в бумагу, потом в пергамент, все как обычно. Также пришло время запланированных затрат, у меня закончился премиум и сегодня на основном аккаунте, так что придется потратить почти 3500 голды на продление всего этого дела. Ну а теперь немного незапланированных затрат, сегодня после профработ добавили новый ларец с новым петом, фуксория, соответственно так как у меня голды сейчас много относительно, можно попытать удачу и подковать эти ларцы, глядишь что-нибудь толковое выпадет, быть может даже пет. Всего за сегодняшний день уже продано почти 14 петов, буквально за 3 часа после профработы, это говорит о том, что шанс дропа достаточно неплохой этого пета, поэтому будем пытать удачу. Решил купить я всего лишь 10 ларцов, 1200 голды на это дело потратил, ну и посмотрим сколько профита с этого дела я получу. Ну короче говоря, поехали. Ну и из всего что выпало, как видите, самый топовый это красный катализатор, посмотрим сколько он стоит на аукционе, 1300 голды, и желтый у нас 67 голды. Ну хотя бы чисто за счет красного катализатора, эти ларцы полностью себя окупили даже с небольшим плюсом. Ну а раз такие дела, значит можно попробовать еще 10 ларцов, а вось повезет и еще что-нибудь вкусненькое вытащу. Ну хрен там было, кто бы мог сомневаться, естественно второй заход ушел в минус. Итого 20 ларцов открыто, нихрена не получено, соответственно нет смысла открывать их дальше. Так можно и по сути оставшуюся голду слить и остаться ни с чем, поэтому максимум по одному ларцу в день буду открывать, и на этом все. Теперь снова перейдем к заработку голды, я решил пофармить сверкашку, чтобы докачать свой плащ, ну и соответственно посчитать профит фарма сверкашки в нынешних реалиях. Здесь результаты фарма за 1 час, 350 с лишним кошельков, средний профит открытий этих кошельков где-то 46-47 голды за 1000 очков работы, ну не самые профитные, но тем не менее голду дают. Итого 90 голды за простые кошельки. Дальше откроем сундучки со всякой всячиной, из них голда не падает, но с них падают живоды и саженцы Акима, которые можно продать либо на алке, либо просто торговцу, цена там в принципе будет одинаковой. Я продам торговцу, итого еще 55 голды сверху. Остальной хлам я обычно не продаю на алке, он стоит копейки, просто скидываю на склад, со временем копится, как на копится достаточно много, тогда и продадим. Антикварные сундуки с серебряным замком я обычно продаю на аукционе, потому что ключи для их открытия стоят больше, чем вы получите голды с этих сундуков, поэтому остается уплывать только на рандом, что вам повезет вытащить стекла. Ну я на рандом не уплываю, поэтому тупо продаю. И осталось у нас потускневшее старинное оружие, доспехи я выкидываю, потому что там очень низкий шанс вытащить что-то толковое, что можно продать на алке, а ломать на Аким их не выгодно, поэтому ломать на Аким будем только оружие. Так что распаковываем и белые пушки продаем, потому что их нельзя сломать, но все что осталось, сломаем камнями на валуне и посмотрим сколько Акима мы получим. Так, продаем на алке еще 65 голды. Ну в итоге что у нас получилось? 90 голды за простые кошельки, 55 голды за кошельки с животами и саженцами, еще 80 голды за сундуки с серебряным замком и в конце концов 65 голды за Аким полученный со сломанных пушек. Итого, грубо говоря, за час фарма сверкашки я получил где-то 300 голды и слил почти 4000 очков работы. Ну в принципе неплохо, учитывая, что сверкачь побережье далеко не топовая локация для фарма. Ну вот примерно как-то так проходили последние дни с понедельника по четверг и на этом все, спасибо за просмотр, с вами был Нагваль, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok